КАЦАТ КАЦАТ Система предоставления океанографических данных В этой презентации я расскажу о том, какие данные предоставляет система КАЦАТ и как они могут помочь нам на промысле Итак, система КАЦАТ предоставляет нам более 50 видов различных океанографических данных Это данные как поверхностные, так и подводные на глубинах до 1000 метров Кроме этого, в системе предоставляются метеорологические данные Идея использования системы заключается в том, что пользователь отмечает на карте свои уловы таким образом набирает статистическую информацию об океанографической обстановке в районе промысла Если проанализировать океанографию для успешных уловов можно вывести зависимость, какие океанографические условия способствуют хорошим уловам При помощи системы КАЦАТ вы можете найти районы с аналогичными океанографическими условиями Таким образом, в этих районах высока вероятность хороших уловов Один из основных вопросов, которые возникают у пользователей системы Откуда данные? Данные для формирования океанографических карт поступают из различных источников Это космические системы, такие как инфракрасная спутниковая съемка, радарная спутниковая съемка и метеорологические спутники Для корректировки модели поступают данные непосредственных измерений в море Это данные научно-исследовательских судов, свободно плавающих буев на поверхности, свободно плавающих буев на глубине и заякоренных буев Также в модель заводятся данные метеорологических станций и океанологических станций Все полученные данные заносятся в глобальную компьютерную модель мирового океана Дата-центр компании CLS находится в Тулузе во Франции Компьютерная модель, которая используется для формирования карт, действует уже в течение 23 лет Данные компьютерной модели регулярно сверяются с реальными данными, полученными в море И при необходимости компьютерная модель корректируется Над обработкой данных работают лучшие мировые океанологи В итоге всех этих вычислений в компьютерной модели формируются карты Это карты непосредственных спутниковых измерений, таких как альтиметрия, температура морской поверхности, фитопланктон Также и метеорологические данные, но кроме этого и данные моделирования Это карты геострофических течений, карты температуры воды на различных глубинах, карты термоклина, течений на различных глубинах, солености, показатели Липунова С недавнего времени пользователям системы Кацат предоставляются и биологические данные Это карты распределения зоопланктона, микронектона, а также районов обитания Тунцовых Карты, полученные посредством прямых спутниковых измерений, имеют разрешение 2 км, 4 км и 10 км Метеорологические карты имеют разрешение 25 и 50 км А карты, полученные по результатам моделирования, имеют разрешение 10 км и 25 км Сформированные таким образом карты подготавливаются для каждого пользователя Далее сформированные карты сжимаются для экономии трафика Шифруются для того, чтобы обеспечить защиту И по протоколам FTP или HTTP передаются на борт судна На судне вы можете использовать любую станцию доступа в интернет ВИСАТ, ИРИДИУМ или другие Находясь в порту, вы можете использовать GPRS модем И теперь давайте подробно остановимся на основных видах данных, которые предоставлены в системе КАЦАТ Первое, о чем мы всегда говорим, это основа всех океанографических данных — альтиметрия Для получения этих данных используется спутниковый альтиметр Это своего рода радар, который закреплен на спутнике и направлен вниз Двигаясь по орбите, радар излучает микроволновое излучение Получает отраженный сигнал от моря И определяет точное расстояние от орбиты до морской поверхности Орбита этого радара отслеживается с помощью станций лазерных измерений И корректируется при помощи наземных станций корректировки и спутников GPS В CLS поступают данные нескольких спутниковых систем разных стран Все полученные данные обрабатываются и формируется единая карта альтиметрии для всего мирового океана Карта альтиметрии указывает на изменение уровня мирового океана относительно среднего уровня воды, измеренного за 20 лет С 1993 по 2012 год Таким образом, на карте мы видим районы, где уровень воды Выше среднего Это красные области Или так называемые положительные аномалии Ниже среднего Отрицательные аномалии Или синие области Районы близкого прилегания положительных и отрицательных аномалий Называются альтиметрические фронты В этих районах перепад уровня моря наиболее сильный На основании карт альтиметрии формируются карты геострофических течений Какое значение альтиметрии имеет для рыбного промысла? Упомянутые выше положительные аномалии, то есть районы, где уровень моря выше среднего Сообщают нам о том, что в этом районе сконцентрировано больше воды, чем в среднем мировом океане И даже если уровень моря в этом районе выше всего лишь на несколько сантиметров, чем в среднем Нужно учитывать, что площадь этого района очень большая, несколько квадратных километров И общий объем водной массы, он очень существенный Весь этот большой объем водной массы давит вниз В результате образуется нисходящее вертикальное течение То есть водные массы опускаются вниз И это приводит к тому, что уровень термоклина также опускается вниз Обычно в этих районах температура воды выше, чем вокруг Также обычно эти районы не содержат большого количества кормовой базы И обычно они малопригодны для рыбного промысла Что же касается отрицательных аномалий, то есть тех районов, где уровень моря ниже, чем средний Нам это может говорить о том, что существенная масса воды ушла из этого района в соседние Таким образом глубинные воды будут стремиться поступать вверх И это вызовет подъем глубинных вод или другими словами апвеллинг Вертикальное или восходящее вертикальное течение В результате этого и термоклин поднимется вверх Подъем глубинных вод, обладающих большим количеством питательных веществ К поверхности приводит к тому, что богатые минеральными веществами глубинные воды Сильнее освещаются солнечным цветом И возникает цветение воды, то есть появление фитопланктона И как следствие запуск пищевой цепочки Кроме этого положительные и отрицательные альтиметрические аномалии Вызывают циркуляции воды Аналогично тому, как это происходит в атмосфере Под тем же самым физическим законам Возникают циклоническая и антициклоническая циркуляции В отрицательной и в положительной аномалии соответственно В результате этого на стыке этих двух аномалий То есть на смежных их областях на альтиметрических фронтах Возникают наиболее динамичные геострофические течения Эти районы, как правило, сильно насыщены кормовой базой И благоприятны для промысла биологических видов Сказанное выше можно понаблюдать на картах, представленных в системе Например, на этом слайде представлены карты альтиметрии и планктона В одном и том же районе на одну и ту же дату Мы видим, что положительная аномалия не насыщена планктоном, а отрицательная насыщена А перемещение планктона соответствует геострофическим течениям, вызванным циркуляциями На следующем слайде мы видим, что в положительной альтиметрической аномалии Температура воды выше, а в отрицательной ниже Что говорит о подъеме холодных глубинных вод ближе к поверхности в отрицательной аномалии Еще один расчетный показатель, который сильно связан с альтиметрией и с геострофическими течениями Это показатель Липунова В системе Кацат он обозначен FSLE Показатель Липунова характеризует области повышенной динамической активности в океане Физический его смысл следующий Если вы возьмете большое количество мелких частиц Ну, например, пенопласт И высыпите на морскую поверхность, в которой существуют геострофические течения То в какой-то момент времени, рано или поздно, все мелкие частицы сконцентрируются вдоль тонких линий Эти линии показаны на карте показателя Липунова На практике же известно, что вдоль этих линий наиболее активно переносится планктон А также вдоль них концентрируются живые организмы Морские животные, рыбы, птицы Как известно, в морской среде в основе пищевой цепочки лежит фитопланктон Зоопланктон же, в свою очередь, является пищей для микронектона Часть которого является промысловыми видами И часть служит пищей для крупных хищников В системе Кацат представлены карты фитопланктона двух видов Это карта высокого разрешения 2 км И стандартная карта 4 км Карта высокого разрешения дает более детальную информацию о концентрации планктона на поверхности Однако для получения этой карты используются спутники оптической съемки И зачастую такую съемку выполнить невозможно в тех районах, где очень высокая облачность В этих районах мы видим на карте белые пятна В стандартной карте белые пятна практически отсутствуют Но при этом уровень детализации самой карты не настолько высокий Система позволяет вам посмотреть карту концентрации фитопланктона на текущий момент Кроме этого, в системе существует аналитический инструмент, который позволяет вам посмотреть изменения концентрации фитопланктона Например, насколько концентрация фитопланктона увеличилась или уменьшилась сегодня по сравнению с предыдущим или позапрошлым днем На данной карте области синего цвета соответствуют районам, где концентрация планктона сильно уменьшилась Красные и коричневые области районам, где концентрация фитопланктона увеличилась Белые районам, где концентрация фитопланктона не изменилась Если мы видим рядом две области красного и синего цвета Это, вероятнее всего, нам говорит о том, что какая-то масса фитопланктона переместилась с одного места на другое Там, где пятно коричневого цвета не соседствует с синим цветом Говорит нам о том, что здесь количество фитопланктона увеличилось А если район синего цвета не соседствует с районом коричневого цвета Это нам говорит о том, что здесь количество фитопланктона уменьшилось Соответственно, он либо вымер, либо его кто-то съел Эту информацию вы можете использовать для прогнозирования своего промысла Следующий вид данных, получаемый при помощи спутниковой съемки, это температура морской поверхности Эти карты формируются путем спутникового сканирования акватории Мирового океана инфракрасными датчиками Датчики считывают значение температуры с морской поверхности Аналогично картам распределения фитопланктона в системе представлены несколько видов карт В данном случае три карты Карта высокого разрешения, имеет высокую степень детализации Однако в районах повышенной облачности присутствуют белые пятна Это говорит о том, что инфракрасный сканер не может считать сквозь облака температуру с морской поверхности Стандартная карта, 4-х километровое разрешение Здесь количество и размер белых пятен существенно меньше Но степень детализации немного ниже, чем карты высокого разрешения И в случае с температурой, у нас есть безоблачная карта Эта карта получена путем микроволновой съемки А как известно, для микроволн облачность не составляет преграды Таким образом, белых пятен на этой карте нет Однако, эта карта не настолько детальная, как предыдущие две Аналогично тому, как мы сравнивали концентрацию планктона за сегодняшний день и за вчерашний Точно также можно сравнить температуру морской поверхности И мы увидим, где температура морской поверхности стала выше, где ниже, где осталась неизменной Кроме этого, в системе предусмотрена еще одна, четвертая карта температуры морской поверхности Это климатологическая карта Карта отображает среднее значение температуры морской поверхности на данный месяц, полученное в результате измерений за 23 года Также в системе представлены данные подводной температуры Подводная температура дается для глубин от 10 до 1000 метров Наличие данных о температуре на различных глубинах позволяет нам сделать вертикальный срез и посмотреть распределение температур на различных глубинах На этом же графике мы можем посмотреть пролегание изотермы или термоклина Что такое термоклин? Термоклин это слой воды, в котором резко изменяется температура по сравнению с выше или ниже лежащими слоями То есть, если вы будете постепенно опускать термометр вглубь и снимать значение температуры То в верхних слоях воды температура будет изменяться несущественно Но настанет глубина, где температура изменится скачком на 1, 2 или сразу на 5 градусов, как на этом графике Далее температура будет изменяться плавно Так вот, этот слой воды, где температура резко изменяет свое значение, называется термоклин Средняя глубина этого слоя называется глубиной термоклина А разница температур интенсивностью термоклина Термоклин является естественной преградой для многих видов рыб Им сложно преодолеть резкий перепад температуры И, как правило, виды, обитающие ниже термоклина там и остаются А виды, обитающие выше термоклина, остаются выше И не переходят этот барьер Кроме этого, термоклин, как правило, разделяет слои воды разной плотности И более того, эти слои, как правило, движутся в разных направлениях или с разной скоростью Это вызывает в районе термоклина завихрения Такие завихрения переносят питательные массы из верхних слоев в нижние Те эпилогические виды, которые обитают ниже термоклина Предпочитают подниматься к самому термоклину за пищей Давайте вернемся к пищевой цепочке Основой которой является фитопланктон Но фитопланктон является пищей для зоопланктона Что мы называем зоопланктоном? Зоо указывает нам на то, что это микроорганизмы животного происхождения В отличие от фиторастительного Планктон говорит нам о том, что эти организмы переносятся течениями То есть зоопланктон это микроорганизмы животного происхождения, которые переносятся течениями Размер этих микроорганизмов от 2 мм до 2 см К зоопланктону относятся различные животные организма Преимущественно это ракообразные, но также могут быть и различные моллюски и прочее Можем ли мы рассчитать концентрацию зоопланктона? Да, для этого нам необходимо знать концентрацию фитопланктона, температуру и течение То есть если где-то высокая концентрация фитопланктона, то рано или поздно там появится зоопланктон Если температура в этом районе высокая, то это произойдет скорее рано, чем поздно Если низкая, то это займет больше времени Кроме этого, нужно учитывать течение для того, чтобы рассчитать перемещение этих биомасс Таким образом, зная концентрацию фитопланктона в предыдущие дни, можно рассчитать, какая концентрация зоопланктона сегодня, а какая будет завтра В системе Кацат предоставляются карты концентрации зоопланктона на каждый день Это модельные, расчетные данные Следующим звеном в пищевой цепочке является микронектон К микронектону мы относим микроорганизмы животного происхождения различных видов Это и мелкие рыбы, и ракообразные, и моллюски В отличие от зоопланктона, который переносится течениями, микронектон имеет возможность к самостоятельному передвижению То есть имеет какие-то органы, позволяющие ему совершать небольшие миграции Конечно, это не большие океанические миграции, как у хищников Но, тем не менее, самостоятельно эти живые организмы могут перемещаться К микронектону относятся особи размером от 2 до 20 см Таким образом, вы можете предположить, что некоторые промысловые виды рыб до 20 см также относятся к микронектону При моделировании микронектона мы учитываем очень важное явление, такое как ежедневные вертикальные миграции Если мы сделаем запись рыбопоискового эхолота в течение суток, мы увидим, что днем биологическая масса в океане распределена слоями Верхний поверхностный слой, средний слой и глубинный слой В этих слоях обитают представители различных видов микронектона Однако, с наступлением темноты, весь микронектон, или почти весь, поднимается к поверхности Конечно, какая-то часть биомассы остается на тех же глубинах, где и была Какая-то часть поднимается наверх Но основная часть концентрируется в районе морской поверхности Таким образом, для промысла нам важно знать концентрацию микронектона днем в каждом из трех слоев, а ночью только в поверхностном слое В системе КАЦАД представлены как раз эти четыре вида карт Первая – это концентрация микронектона в поверхностном слое днем Вторая – концентрация микронектона в среднем слое днем Третья карта – также дневная концентрация микронектона, но уже в глубинном слое И четвертая карта – это ночная концентрация микронектона в поверхностном слое Важно отметить, что карты распределения биомассы представлены только в системе КАЦАД версии 6.0 Кроме этого, система КАЦАД версии 6.0 обладает целым рядом преимуществ В системе представлены метеорологические и океанографические прогнозы Система предоставляет карты высокого разрешения и очень высокого качества Мы обеспечиваем высокий уровень поддержки Техническая поддержка силами компании STT Marine Service Океанографическая поддержка в лице океанографической службы компании CLS Кроме этого, мы проводим регулярные обучения, семинары, профильные мероприятия Мы уверены, что качественное обучение – это ключ к эффективному использованию системы КАЦАД И, как следствие, залог хороших уловов Мы всегда рады оказать вам консультационную или техническую помощь Спасибо за внимание! Спасибо! 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 Спасибо!